В кремлёвских верхах воцарился всецело минорный лад. Негативный исход для страны от волюнтаристского курса «Кучки поджигателей войны» уже воспринимается как неминуемая данность. После Нового года будет опять нобелизация. Миллион хотят набрать и 300 тысяч женщин из них будут. В общем, уже будет всеобщая нобелизация. Наверное, до последнего россиянина, пока у всех не угробит. При этом, поскольку российский народ не проявляет каких-либо внятных и массовых признаков антипутинской активности, то именно рядовых обывателей вне политики легко сделают крайними в плане разделения бремени ответственности. Тема круговой поруки всех россиян планомерно вводится в мейнстрим. Верно ведь? Кто не против нас, тот с нами. Как пришла повестка, никуда он не побежал. И они с другом в этот же день поехали в янкомат. Самая важная поддержка нашей семьи в том, что дети могут бесплатно посещать детский сад. И выделение дров, деляны вне очереди. Перед лицом неотвратимого международного трибунала путинцы хотят врасти в народ. Хотят представить диктатора Мясника и его кровавых выдвиженцев в качестве служителей народа-богоносца. Не зря мы боролись. Не зря пацаны гибли. Спасибо вам. В российской вселенной тотальной абсурдности это совсем не сверхзадача. Единственной целью спецабосрации теперь является не загреметь в Гаагу. Причем, оказывается, эта проблема касается 100% россиян. Вероятность проигрыша в войне уже не тайна за семью печатями, а вводная политических реалий. Времена непростые, все все понимают. Это же ежу, понятно. По мнению фронтменки вторжения Симоньян, если мы умудримся проиграть, Гаага ждет даже дворника, который в Кремле убирает. Масштаб катастрофы, который обернется наша страна, если мы умудримся это сделать, он даже его представить себе нельзя. Крайняя форма психоза и передергивание пропагандистки с целью запугать обывателя и заставить его идти убивать и гибнуть. Истощив все имеющиеся аргументы, в дело идет гиперболизация страшилки «Сядем все». Хотя в действительности, международный трибунал – это не басманное правосудие, а крайне сложный процессуальный орган, работающий лишь по выдающимся преступникам на базе достоверной обвинительной базы. Откуда ж сие знать генеральше-зет пропаганды? Ей не привыкать молоть чепуху, ведь скудаумная тут же говорит – Украина – огромная страна, неприлично огромная. Надо бы ее подсократить, чем мы с успехом и занимаемся. С такими повыдарями России и враги не нужны, ведь желающих подсократить ее территорию – уйма. Что хотят, то и делают. Своеобразный призыв к китайцам, туркам, финнам, немцам, японцам смело проводить свои спецоперации по восстановлению исторической справедливости. Друзья, не забывайте про лайки и комментарии. Канал существует благодаря вам. Стать спонсором ОМ-ТВ можно на Патреон. Ссылка в описании под видео. Волну страха стала нагонять и сослуживица Симоньян по цеху Ольга Скобеева. Она видит, что в случае отрицательной победы претензии будут предъявлены каждому без исключения. Пособник ли он путинского режима или мимо проходил – неважно. Виноватыми будем все. Поэтому и исходим из того, что на кону стоит в прямом смысле слова и существование страны, и существование каждого гражданина Российской Федерации. В ее больном воображении живут образы ГУЛАГа. Ведь всех россиян за рубежом после краха путинского режима сразу же арестуют. Пособник он путинского режима или мимо проходил – неважно. Виноватыми будем все. Поэтому и исходим из того, что на кону стоит в прямом смысле слова и существование страны, и существование каждого гражданина Российской Федерации, и наша жизнь, будущее в том числе. Зачем Западу такое вообще нужно? Тем более после демонтажа путинизма и освобождения России от существующей скверны ответа не найти нигде. Они желают нам не свободы, а хотят видеть нас в колонии. Хотят не равноправного сотрудничества, а грабежа. Хотят видеть нас не свободным обществом, а толпой бездушных рабов. Таким же образом кремлевская пропаганда так и не ответила на вопрос о сиюминутном приеме частично оккупированных Донбасса Херсонской и Запорожской областей. Нет, нет, нет. Поверьте мне, ничего подобного никто не планирует. А потом РФ от несварения стала отрыгивать куски территории, которая не способна контролировать. А постройка засечной черты в Белгородской области и вовсе не поддается логическому объяснению, лишь дополнительно подчеркивая средневековый характер гибнущего режима. Рабочий день губернатора начался с осмотра засечной оборонительной черты. Внутри разбалансированной системы усиливается несогласованность. Песков заявляет, попытки Запада учредить трибуналы по Украине не будут иметь легитимности, не будут приняты Россией и будут осуждаться. Да лампочки! А Медведев вдруг твердит о колоссальной задаче россиян сохранить самих себя, страну и своих людей. Ну хоть это! Ни много ни мало. Самая настоящая, экзистенциальная задача, которой до полномасштабного вторжения, отродясь, не было. Как же так, кормильцы? Мир в буквальном смысле теряет Россию, которая только начала выселять людей из трущоб. Я уже обращал на это внимание коллег. Примечательно появление на фоне паники с трибуналом двух мыслей. Во-первых, возможен военный переворот в Москве. Ведь еще до спецабосрации произошел раскол в среде военных. Путин скрыл план вторжения от части верхушки армии, которой не доверяет. И от этого все пошло наперекосяк. Что можете сказать? Ну, бандит помылся, ну выпил маленько, ну еще. Во-вторых, самостоятельность РФ в войне признана сомнительной. Она игрок, которым воюют в рамках сложносоставной операции с катастрофическим для нее самой исходом. Для наглядности тут же карта, где нас режут на 17 кусков и кусочков. Редактор субтитров А.Семкин